Дорогая мама, здравствуйте. Мне только вчера к вечеру сказал Коля о нашем горе. Да, потеря отца – это большая для нас потеря, но что поделать, война. И мы не одни такие. Мы здесь будем беречь себя, чтобы доставлять вам радость по окончании войны и обеспечим вам счастливую жизнь. А вы должны беречь себя, чтобы не оставить нас одинокими. Маленький фронтовой треугольничек. Его с нетерпением ждали и на фронте, и в тылу. Письма шли и в голод, и в холод, и под обстрелами, даже во время блокады Ленинграда и осады Севастополя. Сегодня эти обершалые конверты бережно сохранены в областном краеведческом музее память. Память о событиях тех лет, о людях и их непридуманных личных историях. Берегите свое здоровье. Я живу, стремлюсь жить, хорошо служить, лишь для того, чтобы вам принести радость своим авторитетам, своими заслугами, чтобы обеспечить вашу счастливую жизнь. Не имел бы я цели, я не знаю, для чего бы жил. С первых дней Великой Отечественной войны фронтовая почта работала, несмотря ни на что. Кроме того, каждый почтальон имел при себе и оружие, потому что зачастую им приходилось вступать в бой вместе с солдатами. Заветный треугольник с нетерпением ждали и на фронте, и в тылу. Между боевыми операциями люди мечтали о мирной жизни. Приветствую шлю тебе, Раюшка, весенний. Природа вступила в свои права, солнце светит по-весеннему, и вместе с весной сердце рвется к любимой, где весной так счастливо живет все живое. Жаворонки напевают свою утреннюю трель и невольно вспоминаются утренние летние дни, когда мы распахивали окна и наслаждались предрассветной росой. Да. Есть о чем вспомнить, есть о чем помечтать, но вместе с тем есть о чем погрустить. Здесь, на фронте, где обстановка заставляет отбросить все, где жизнь ничто для того, чтобы достичь цели, в эти бурные минуты из головы не выходят любимая с нашим маленьким сыночком. Великая Отечественная война, она потрясла судьбы тысяч семей, миллионов людей, но они по-прежнему верили, ждали встречи, любили и с этими мыслями шли в бой. За родину, большую и малую, где их уже заждались близкие и родные. Ты пишешь, что, возможно, попадешь в Суворовское училище. Ладно. Только если будет возможность, не иди в пехоту, старайся попасть в артиллерию. Здесь твой отец артиллерист. Твой брат тоже воюет в артиллерии. И раз тебе приходится идти в армию, попросись в артиллерию. Дорогой братишка, опиши мне подробно, как идет ваша жизнь. Как мне хочется сейчас видеть тебя, маму, всех родных, соседей и знакомых. Хочется видеть свой дом, свою деревню, свою школу и учителей, поле, лес, все, все, что сопровождало мое детство, где я рос и учился. История в конвертах, кусочек судьбы, военная жизнь. Великая победа досталась советскому народу большой ценой. Ее седовласые герои до сих пор в своих снах возвращаются в то время. Как бы ни было страшно, трагические сороковые стали годами их молодости, которую уже не вернешь. У меня пока все. Жду с нетерпением от вас письма. Пока. До свидания, дорогой. С пламенным приветом, Антон. Рядовой Антон не дожил до Великой Победы несколько месяцев. Погиб на территории Германии. Юношеским мечтам так и суждено было остаться на этом небольшом клочке бумаги. А песня души и юности перешла нам, как напоминание о несбывшихся мечтах и о том, что благодаря этим людям мы имеем сегодня. Но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова